Танки-шоп Прошлый выпуск данной рубрики набрал достаточное количество лайков и просмотров там было немало, и поэтому я решил сделать уже и этот выпуск, но он будет точно последним. Хотя, если вы снова поставите 1500 лайков, если у вас вдруг это выйдет, то придется мне и еще один выпуск делать, но вряд ли у вас выйдет поставить 1500 лайков, я в этом, честно говоря, сомневаюсь. Ну и давайте же посмотрим, что вытворяет арта в рандоме. Вы только посмотрите на этот выстрел от конквера Ганкеридж. Наш Як-Панзер Е100 улетает в ангар с одной плюхи. Далее у нас Объект 261. Эпично Лайкобосс переезжает через железную дорогу, сводится на то место, где последний раз слетел сопротивник, 62-ка, и вот он снова появляется. Наш герой просто все идеально предугадал, и вот он выстрел по 62-ке, после чего практически все ХП у 62-ки куда-то исчезли. Интересно, куда они делись? Не подскажешь тебе? Может быть детективов нанять? И далее у нас М40-М43 дает плюху ФВ-215Б-183. А вы не видели тут ПТ-шку? По-моему, недавно тут была ПТ-шка. Куда же она все-таки делась? И вот эта вот ПТ-шка была и вдруг испарилась. Куда же они все деваются? Всего-то одну кнопку нужно нажать для того, чтобы целый танк куда-то подевался. 62-ка ездит тут, светится. Вот кто ей позволял светиться, ей все-таки нельзя такое, в общем-то, прощать. И артиллерист решает покарать средний танк на все ХП. А то совсем обнаглел, катается еще тут. Это все-таки World of Tanks, и тут ездить нельзя. Хотя то, что вот этот вот ЕСТО себе позволяет, это вообще какая-то дерзость. Он просто выехал на открытую местность и в наглую выцеливает кого-то там. Из-за этого и получает штраф. Плюху и отправляется в тюрьму, ой, то есть в ангар. И вот такая вот судьба у него нелегкая. Идем к следующему выстрелу. М40, М43 выцеливает объекта 704-го. ПТ-шка стояла долго, слишком на одном месте. И артовод решает забрать ее жизнь. Всего лишь, что он нажал одну кнопку. Но это действительно сложно, одну кнопку нажать. Я думаю, не каждый сможет это сделать. Далее у нас ГВЕ-100 замечает ИС-4. Тяж еще делает какие-то движения. Типа, вот я сейчас вот так вот туда-сюда, и все. Артапа мне точно не попадет. Но что-то это его не спасло. И куда-то башня отвалилась у ИС-4. Странно это все. Куда-то танки все исчезают в этом выпуске. И, казалось бы, фуловый танк. Ну как же так? Нужно там все-таки пострелять по нему там немного, чтобы его уничтожить. Но зачем? Если можно на арте нажать одну кнопку и снести ему все ХП. По-моему, все довольно-таки просто. Так что, друзья, я думаю, выбор очевиден. Нашел для вас идеальный класс техники. Не нужно шибко там как-то прятаться, ездить по карте. Засел где-нибудь в кустах и пуляешь по КД по врагам. Раздавишь вот такие вот крышесносящие плюхи по 1700 ХП, например, а то и больше. Это, по-моему, идеальный геймплей. И пора, в общем, всем пересаживаться на арту. На самом деле нет. А то скажут, что это пропаганда арты. Если такое возможно вообще. Экстремизм прямо какой-то. Идем далее. М40, М43 стреляет по Лёве. Лёва решил пофармить. Ну, действительно, человек хотел немножечко пополнить свою казну серебром. Но что-то пошло не так. И снаряд арты быстро прервал его существование. Идем далее. Т-92 ваншотит объекта 140 с бирюзовой статистикой. Наверное, очень был рад этот игрок. И доволен, просто до усрачки счастлив. И рад, что арта все-таки в нашей игре существует. А далее у нас Т-92. Решает чью же жизнь ему прервать. Ну, тут выбор, в общем-то, довольно обширный. Сразу три танка. Ну, решает, что к конквереру лучше отправиться в ангар. Ну, а следующим выстрелом можно кого-то и другого уничтожить. В общем, все совершенно справедливо. Идем далее, друзья. Т-92 выцеливает Т-57 Хэви. Тяжелый танк барабанный. Который, в принципе, может выливать огромный урон. Но, порой, достаточно совершить несколько ошибок. И за это, в общем-то, отправиться в ангар. Как, в общем-то, и произошло. Идем далее, друзья. М40, М43 выцеливает ИС-4. Несмотря на то, что он пытался тут спрятаться. Хотя, нет, не пытался. Он совершенно смирился со своей участью. И принял ее такой, какая она есть. Вот на что надеялся этот Объект 430, когда стоял тут на одном месте. Наверное, на то, что сейчас его бой закончится. И он сможет уже спокойно пойти кушать борщик. Но что-то пошло не так. И его план не совсем сработал. А вот этот выстрел, в общем-то, настоящего гения. У него в голове там крутились всякие математические формулы. Как попасть по врагу, там, расчет скорости полета снаряда. Насколько там ветер сильный. И множество других факторов в голове у этого артовода. Крутилось для того, чтобы произвести вот такой вот суперграмотный, очень крутой выстрел. А далее у нас ГВЕ-100 стреляет в корму ПТ-шки ФВД-115Б. Которая, в общем-то, думала, что, наверное, сможет еще один выстрел произвести. Но что-то пошло не так за нее. Т-92 и Т110Е4. Кто сильнее? Давайте посмотрим. Хотя вы, наверное, скажете, но арта далеко. Как можно ей что-то сделать? А вот в этом и вся соль. Арта где-то там издалека стреляет, нажимает одну кнопку. И снаряд прерывает жизнь целого танка. А Е4 пока доедет, пока он там встретится с другими танками, перестреляется с ними. Пройдет дофига времени. Маус теряет 2000 хп практически. Ну, в принципе, Маус не страдает. Маус нагибает. Его еще скоро апнут. И от арты, в общем, он не будет страдать, как и сейчас не страдает. Далее у нас 62-ка получает выстрел и отправляется в ангар. А следующий выстрел произведен на арте М53-М55. Игрок, в общем-то, как-то не особо много урона нанес. Всего-то каких-то жалких 3000. Для артовода это что-то совсем мало. 3000 ВН-8 за 3000 урона. Так что нужно немножечко поднять свой ВН-8. Арта же не фармит ВН-8. И наносит мало урона. Это такой, как бы, ну, распространенный факт. О нем все знают, что арта не нагибает. И она наносит мало урона. Далее у нас Т-92 стреляет по Е100. Ну, как бы, вы наверняка знаете, что арта не ваншотит танки и наносит им всегда мало урона. Ну, и, как вы можете видеть, это действительно так. Всего-то каких-то жалких 1100 урона с Е100. Это совсем мало. Это даже не ваншот. Так что мы развеяли этот миф, что арта ваншотит танки. Не всегда она ваншотит их. Иногда всего-то 200 хп каких-то жалких. Ну, а иногда и ваншотит. Но это должно повезти действительно. Например, игрок с желтой статистикой должен стоять там что-то снайперить под артой. Ну, и, конечно, получает он ваншот от нее. Это бывает же так редко. Очень редко. Действительно редко. А далее у нас М-40, М-43 стреляет. Угадайте, по кому? Кто же получит тут плюху? А вот не угадайте. Ну, кто же, кто же этот счастливчик получит такой замечательный чемодан? Ну, на самом деле, вы бы, наверное, и не угадали бы. Потому что это объект 140, который получает вообще в ПТ-режиме от арты. Артовод просто наказал дико эту СТ-шку, чтобы она совсем тут не нагрела. А то, ишь какая, катается тут совсем, в общем, не знают совести. Далее у нас М-53 стреляет по объекту 140. Ну, на СТ стоять это же идеальная тактика. Вот зачем скорость СТ-шки, если можно встать на одном месте и получить такую вот плюху. Так что все совершенно верно. И на этом все, друзья. Не забывайте ставить лайки. Если видео наберет 1500 лайков, то следующий выпуск будет уже не за горами. Желаю вам удачи. Пока.